Ну и к другим темам Александр Довженко «Одесский рассвет». Короткометражный фильм с таким названием презентовали на Одесской киностудии. Так завершили год 120-летия мастера и отметили Международный день кино. О мировом опыте и далеко идущих планах одесского кинематографа в нашем следующем сюжете. Документальная лента, рассказывающая о первых режиссерских шагах Александра Довженко, это создавалось на Одесской киностудии, где еще сохранились вещи, которых касался мастер. Именно на этой камере были сняты первые фильмы Довженко вот тут у нас в Одессе. А этими кадрами начиналось мировое кино от братьев Люмьер. Но некоторые историки считают, что корни начала киноиндустрии принадлежат Одессе. Просто идею своевременно не запатентовали. Южная Пальмира, правда, потом все же заняла свое почетное место на кинематографическом Олимпе. А сегодня современные мастера уже создают на Одесской киностудии ленты о своих именитых коллегах прошлого века. Уявим, как 1926-го, когда вся Одесса еще пробовала теплый Бесаранский виноград, ее улицами в напрямку до Черного моря простував щойно прибыл и до места молодой человек. Александр Довженко работал в Одессе, когда она напоминала почти настоящий Голливуд. Сейчас одесская киностудия возрождает свою кинематографическую славу. Киностудия не простаивает. Даже в это сложное время мы снимаем кино. В пятом павильоне Одесской киностудии снимается достаточно большой проект. 250 серий мы снимаем совместно с компанией «Киев Телефи». Режиссер Константин Коновалов напоминает, что украинское кино родилось в Одессе. Оно родилось в Одессе и развивалось в Одессе. Весь украинский кинематограф, который дал, допустим, Довженко и прочих кинематографистов, которые создали всю классику украинского кино, скажем так. Поэтому здесь огромный потенциал. Укрепляет потенциал и учебная база на Одесской киностудии для режиссеров, сценаристов и актеров. И чуть-чуть, ты все время опускаешь голову вот так, как будто тебе казнят стало. Это кардинал, понимаете? Вообще король. Сама презентация документальной ленты об Александре Довженко, которая была посвящена 120-летию рождения мастера, стала прологом для художественного полнометражного фильма о его одесском дебюте. Полный метр о Довженко планирует снимать в Южной Пальмире уже в 2015 году. Ольга Голодова, Наталья Смирнова, 7 канал.